Всем привет и добро пожаловать на канал Хайрекс. Давненько на моем канале не было видеороликов из рубрики Игровая Пауза. Время пришло. Итак, тема видео Atomic Heart и Stalker 2. Что стоит ждать от проектов? Стоит ли их вообще ждать? Будут ли они реализованы и кто из них круче? В этом ролике я высказываю исключительно свое личное мнение, опираясь на свои наблюдения. Вы, конечно же, можете со мной не согласиться. Какая судьба ждет Stalker 2 и его фанатов? Пока неизвестно, учитывая нынешние сложные обстоятельства и насколько сильно это в итоге влияет на процесс разработки самой игры. Фактически даже в более стабильные времена игровая студия, подарившая миру первого Stalker и его менее интересные продолжения, то распускалась, то снова собиралась для очередного рывка в сторону возрождения и продолжения их легендарного проекта, который когда-то удивил многих своим контентом и тем фактом, что на постсоветском пространстве могла появиться игра такого масштаба и уровня. Но учитывая ту работу, которую проделали разработчики, начиная с 2020 года, было бы неправильно накрывать все медным тазом. Как вообще все начиналось и к чему это все идет? Легенды и непроверенные слухи о создании сиквела начали бродить по просторам интернета еще в 2009 году, отыскивая изголодавшихся по зоне отчуждения фанатов и глубоко пуская корни в их умы, порождая еще более всякой разной информацией, по большей части представляющие себя фейки. Все изменилось, когда сама студия подтвердила факт разработки игры в 2010 году. Выход второго Сталкера планировался в 2013 на ПК и возможно даже на Xbox 360 в качестве эксклюзива. Но в итоге сам создатель компании Григорович вставил палку в колесо, сломав его на определенный период. В 2011 студия была распущена и большая часть сотрудников ушла в новую игровую студию 4K Games, которая создала серию игр метро и выпустила с помощью зарубежного издателя. Та же стилистика, только на территории Российской Федерации. Игры были хорошо приняты, но в них не было открытого мира и того самого духа, который присутствовал в игре Сталкер. В конце 2014 года Григорович решает возродить студию и начинает набирать новый штат сотрудников. В этом же году всплывает инфа о том, что Сталкер 2 находится на начальной стадии разработки. Сколотив новую команду, студия возвращается ко второму по значимости своему проекту «Казаки». Полным ходом идет разработка третьей части этой стратегии. Параллельно с ней вроде бы как что-то делается со Сталкером 2. Концепты, модернизация движка, ну и возможно что-то еще. Один из старейших и опытных сотрудников студии заявил, что после распуска первой команды у студии остались улучшенная версия данного движка, несколько готовых уровней и другие наработки. Время шло и вокруг проекта витало много слухов, сказок со стороны самих разработчиков. С ушей прямо-таки можно было снимать лапшу. И вот только в мае 2018 года сам Григорович выступает с официальным заявлением о том, что разработка игры вошла в активную стадию. Инфа появилась на сайте студии и после этого события был создан промо-сайт под игру. На этом сайте были указаны цифры 2.0.2.1. И конечно же все восприняли это как год выхода игры. В феврале 2019 года GSC на своих страницах в социальных сетях сообщила, что цифры 2021 на сайте игры являются частью ARG и первый код, число 35, был отгадан. Прошло время и на сайте стали появляться другие новости о проекте. В студию возвращается один из ведущих разработчиков, который участвовал в прошлых играх по Сталкеру. Начиная с осени 2020 студия активно работает над игрой. Старый движок был уничтожен и студия продолжила работу на передовом движке Unreal Engine 5. Вероятно, что поддержка и развитие собственного движка стали обходиться студии в копеечку. И к тому же это более легкий путь для реализации проекта. Покупай движок и меняй его под себя как тебе хочется. А что там вообще слышно про выход игры? Предполагалось, что готовый проект попадет в руки геймеров уже в конце апреля этого года. В январе студия выступила с заявлением о переносе релиза на декабрь этого года, чем сразу же породило предположение о том, что игра сырая и ее нужно подпиливать. Сразу вспомнились поляки и их багованный релиз киберпанка, который еще и 10 раз переносился. И все равно же игра вышла с кучей багов, которые потом исправляли множеством патчей. Возможно, украинская студия понимает, что у них та же проблема, и им нужно сделать все, чтобы не оказаться на месте своих товарищей. Все бы да ничего, как говорится, фанаты будут ждать игру до потери интереса. Но из-за военных действий, которые развернулись на территории их страны, разработчики, как самые настоящие патриоты, выступили с заявлением, что проект отложен, но обязательно выйдет, но уже только после окончательной победы. А это значит, что игру фанаты со всего мира получат еще не скоро. В июне этого года студия снова выступила с заявлением, на этот раз гласящим, что геймеры и фанаты из страны-агрессора не получат возможность приобрести физическую копию игры. И вообще, сыграть в Сталкера смогут только те злые русские, которые сделали предзаказ электронной версии заранее, еще до военных событий. Теперь идет речь о выходе Сталкера 2 уже в 2023 году. Более чем вероятно, что этого не произойдет. Хотя в случае стабилизации ситуации в стране, студия может быстренько выпустить игру, но, вероятно, очень сырую и багованную. Деньги же все равно не пахнут. А в современном мире выпускать проекты для сбора бабла уже стало фактически нормой. Также стало известно, что российской локализации не будет. Не сказал бы, что это большое разочарование, ибо оценить проект можно и на английском языке. Забавно, но на самом сайте Сталкер 2 до сих пор есть раздел с русским языком. Как-то ребятки сами себе же и противоречат. А как же новый закон по устранению русского языка? Наверное, на разработчиков игр это не распространяется. Но да ладно, это все пустое. Кстати, выход игры запланирован на ПК и на Xbox серии X. Первая часть была выпущена исключительно на ПК. Почему вторая часть обойдет стороной PlayStation не совсем понятно. Вероятно, Microsoft подсуетились, отвалив кругленькую сумму студии, чтобы Сталкер вышел как эксклюзив для бокса. Или же после той ситуации, когда Sony убрали багованный киберпанк поляков из PlayStation Store, украинская студия опасается того же. Над этим можно еще поразмыслить. А что там с предзаказами, спросите вы? На сайте игры доступны три версии для ПК. Стандартная, Deluxe и Ultimate. Все как обычно просто. Стандартная ничем не выделяется. А в других изданиях есть свои плюшки. Вероятно, что на Xbox такая же патрушка. Даже интересно, сколько уже сделано предзаказов и сколько было осуществлено возвратов, учитывая нынешнюю мировую ситуацию. Перейдем к самой игре. Увы, но видеоматериалов очень-очень мало. За прошедший год разработчики мало чем поделились с игровым сообществом. А что мы, собственно, имеем на нынешний день? Постановочные трейлеры и немного геймплея, который выглядит неплохо, но и звезд с неба, увы, не хватает. Заметная сырость и местами кривая анимация. Из хорошего, на мой взгляд, это отличная прорисовка персонажей и оружия, качественное освещение и тени, а также сочные текстуры. В общем и целом, представленный мир и его локации выглядят весьма красиво и мрачно. В катсценах видны некоторые косяки, но их можно и не заметить, если особо не приглядываться. Также немного смутила анимация движений. Персонажи немного скованные, но это, вероятно, потом исправят. В геймплее, на мой взгляд, недоработан процесс стрельбы, некрасивая анимация сбора оружия и боеприпасов, а также странная физика разлетающихся от взрыва объектов. В остальном, это всё тот же Сталкер, только в новом формате. Вот ты говоришь, а я прям вижу красоту эту. Не первый год в зоне, вроде примелькалась уже, а каждый день удивляет. А теперь переходим к российской игровой студии Manfish, которая была создана в 2017 году и которая готовит к выходу свой первый проект под названием Atomic Heart. Всех трёх руководителей этой студии объединяла общая цель замутить что-то своё, и выбор пал на индустрию видеоигр. Ребята хотели сделать проект, который можно будет поставить в один ряд с такими играми, как BioShock, Fallout, Doom, Quake, современный Wolfenstein. За первые несколько лет существования студии был набран крепкий штат сотрудников, которые по сей день продолжают трудиться над дебютным проектом под названием Atomic Heart. Кстати, название очень даже крутое, за что студии огромный-огромный респект. В Manfish заручились поддержкой иностранных инвесторов, которых они сами тщательно отбирали. Насколько мировая ситуация повлияет на выход проекта остаётся большим вопросом. Судя по предоставленным материалам, которых было немало за последние два года, игра находится уже на финишной прямой. Выход был запланирован на осень-зиму этого года, но на самом сайте игры указана аббревиатура TBA, так что вполне возможно, что Atomic Heart появится уже только в следующем году. И в случае со Stalker 2, который может быть вообще не выйдет в свет, перспектива релиза Atomic Heart более реалистичная, но, увы, не менее туманная. Manfish планирует выпустить свой проект на всех основных действующих платформах, и тут могут скрываться большие подводные камни. Во-первых, студия из России. Они сами являются издателями, и это может повлиять на их договора с Microsoft и Sony, на запуск игры и её поддержку на этих платформах. На данный момент студия даже не открывала предзаказы, а это о чём-то договорит. Игра, вероятно, может без особых проблем выйти для всего мира на физических носителях и в цифровом формате, но, скажем, при условии блокировки игры в стиме и консольных сторах для России. Это пока только догадки, но учитывая всемирный заговор, это вполне реальные причины и следствия. В любом случае студии нужна прибыль, и она может изменить свою тактику, оставив геймеров из России за бортом. Как говорится, бизнес есть бизнес, а деньги опять же не пахнут. Либо игра будет доступна для России исключительно на физических носителях, что тоже вполне реально, но затратно для новоиспечённой компании. Ещё одна причина, которая может повлиять на продажи игры за рубежом, это презрение ко всему русскому и советскому, из-за сами знаете чего. Как бы мне не хотелось влезать в политику, но я всё равно её затрону. Будем надеяться на лучший исход и на то, что мировое игровое комьюнити сможет в итоге насладиться обеими играми, находясь в более благоприятных мировых условиях. Оба проекта интересны и могут показать игрокам что-то свежее, в особенности Atomic Heart. Так как это совершенно новый мир и новый контент, который на первый взгляд может предложить много кайфа. Во-первых, сама игра имеет интересный и уникальный лор. Представлена в виде фантастической антиутопии, содержит много крутых анимаций. Проект, скорее всего, будет коридорным, но сами локации совсем не маленькие. И этот мир будет интересно исследовать. А если разработчики запихнут туда много всяких секретиков и пасхалок, то будет только в плюс. Atomic Heart создавался на движке Unreal Engine 4, который хоть и уступает пятой версии по производительности и своим возможностям, но Manfish смогли создать красивую и эффектную игру. Просматривая видеоролики с катсценами и геймплеем, я в этом убедился. Конечно, пока рано говорить наверняка, но у меня есть предчувствие, что Atomic Heart имеет все шансы на статус крепкого играбельного шутера с элементами RPG. В плане контента и всяких интересных фишек в боевой системе Atomic Heart пока выигрывает у Сталкера. Что касается атмосферы, то в обеих играх она абсолютно разная. В Atomic Heart она более обширная и богатая, а сама игра пропитана футуризмом, тиходеликой и легким безумием на базе советской антиутопии. В Сталкере 2 мы видим все тот же подход, включающий в себя мрачный мир и драматизм. С точки зрения развития игрового мира, Atomic Heart имеет больше возможностей для раздвижения границ и создания нового разнопланового контента. К примеру, к данной игре можно выпустить несколько базовых DLC с множеством крутого безбашенного контента. Вероятно, текстуры и графика в целом будут лучше в Сталкере, но на данный момент сложно сделать прогнозы, ибо весь геймплей был показан в темных локациях. На мой взгляд, в Atomic Heart будет более обширная система прокачки персонажа и больше возможностей для модернизации оружия. Если говорить про сложность и хардкорность, то вероятно, Сталкер пойдет по более сложному пути, используя старый классический подход, когда даже на легкой сложности игроку приходилось следить за каждым патроном и оценивать каждый шаг, чтобы выжить. В Atomic Heart, как мне кажется, будет более лайтовый подход, нацеленный на замесы, в которых все решает ловкость, быстрота реакции и ваш арсенал. Возможно, в плане сюжета и персонажей Сталкер будет глубже, покажет время. На данный момент оба проекта находятся в заложниках реальности, и кто из них первым сможет добраться до вершины, покажет только время. Сейчас практически нет новой инфы ни от тех, ни от других, хотя с точки зрения информативности сайт Atomic Heart куда интереснее. Там вы сможете найти историю созданного мира и всякую интересную инфу касаемо самой игры. На этом у меня все, всем пока и до встречи на канале Хайрекс. Да что за кровавая хрень здесь происходит? Роботы вышли из-под контроля. Они убивают всех, удивительных. Мы знаем, чьих это руделом. Ты должен прекратить этот кошмар сейчас! Человечество опречено на вечное радство. Через твой взгляд его уже будут не остановить. Не доверяй ему! Твою мать, я уже не знаю, кому тут вообще можно доверять! У тебя есть два дня. Сынок, не подведи меня. Твою мать, я уже не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надеюсь, вы не будете пробовать их на вкус. Выглядит... Не очень аппетитно. Эй, граф! Тут одна закуска выбралась из бана. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...